Адриан жил в городе и часто ездил в близлежащие горы, где ставил палатку и жил несколько дней в лесу. Кемпинг был для него не только развлечением, но и давал ему возможность провести некоторое время в одиночестве. Он расслаблялся и восстанавливался после напряженной работы в городе. Но однажды случилось то, что навсегда изменило его жизнь. Когда он сидел перед своей палаткой, разжигая небольшой костер, Адриан услышал шум. Какой-то скулящий, пронзительный, стонущий звук. Мужчина провел много времени в этих горах, но никогда не слышал такого звука. Адриан встал и медленно пошел в том направлении, откуда, как он предполагал, исходил плач. Было, конечно, трудно определить источник шума, так как деревья приглушали шум. Но, наконец, Адриан увидел что-то такое, что заставило его удивиться. Перед ним лежали два крошечных тигренка. Им было всего несколько недель, и они выглядели ужасно беспомощными и беззащитными. Первой мыслью Адриана было взять их на руки и отвезти в безопасное место, но он знал, что у них должна быть где-то мать. Может быть, она пошла за едой, а может быть, она была рядом и внимательно следила за Адрианом. Так или иначе, Адриан оставил детенышей там, где они были, чтобы избежать опасности быть атакованным их матерью. Однако, через несколько дней стало совершенно ясно, что детенышей никто не ищет матери не было, и тигрята были предоставлены сами себе. Когда Адриан заметил, насколько они истощены, он понял, что должен действовать. Поэтому он упаковал свое походное снаряжение и подобрал двух плачущих тигрят. Когда Адриан вернулся домой, его встретила его кошка-принцесса. Она была красивой маленькой кошкой, которая родила несколько пометов котят. Адриан любил принцессу всем сердцем. Сидеть с ней по вечерам и гладить ее также было одной из вещей, которые помогали ему расслабиться после долгих и напряженных дней. Но когда принцесса увидела двух тигрят, ей сразу же стало любопытно. Она перевела взгляд с малышей на Адриана, словно спрашивая, кто они, откуда взялись и почему они здесь. У Адриана не было времени объясняться, потому что ему нужно было быстро кормить тигрят, чтобы у них был хоть какой-то шанс выжить. Принцесса смотрела, как Адриан кормит малышей. В этот момент кошка сделала что-то удивительное. Она подошла к тигрятам и начала нежно с ними играть, хотя котята были того же размера, что и сама кошка. Принцесса знала, что о них нужно позаботиться. Как будто у кошки активизировался материнский инстинкт, и она взяла на себя роль матери. В течение следующих нескольких недель тигрята стали сильнее и здоровее, они набрали вес, и у них стало больше энергии. Принцесса заботилась о них, а детеныши следовали за ней, словно смирившись с ролью котят, она чистила их и пощряла. Со временем тигры стали расти, они становились больше и сильнее, чем принцесса, и все же она относилась к ним так, как будто они были ее собственными маленькими котятами. Если они во время игр становились слишком грубыми, то кошка прибегала и разнимала их. Адриан не переставал ухмыляться, когда видел, как его крохотная кошечка доминирует над двумя огромными тиграми, полностью командуя ими. К сожалению, настал день, когда тигры стали слишком большими, чтобы продолжать жить с Адрианом. Они становились все больше и больше и часто портили вещи в доме. Кроме того, кормление животных стоило Адриану целое состояние, поэтому он решил отвезти их в местный зоопарк и попросить позаботиться о них. С этого момента Адриан почувствовал сильную печаль, особенно, когда он увидел грустное выражение лица своей кошки, когда они уезжали. К счастью, зоопарк был рад принять тигров. Недавно они построили красивый, большой новый вольер, где тигры могли бегать и играть в среде, очень похожей на их естественную среду. Попрощавшись, Адриан оставил тигров в профессиональных руках сотрудников зоопарка. Адриан ни разу не вернулся в зоопарк с того дня, но спустя годы принцесса заболела. Она была старой и ее тело больше не могло бороться с болезнями. Адриан отвез ее к ветеринару, который сказал ему, что лучше ее усыпить. Адриан с сожалением согласился, но сначала он хотел сделать еще кое-что. Он хотел подарить принцессе последнее удовольствие и поэтому он направился в зоопарк. Он посадил принцессу в переноску и направился к вольеру с тиграми. Там он сразу узнал двух тигров, которых спас много лет назад. Неуверенный, помнит ли его еще два зверя, он подошел к специальному окну. Тигры смотрели на Адриана, но казались безразличными и отворачивались, как будто он был для них таким же чужим, как и бесчисленное множество других людей, посещавших их каждый день. Адриан был немного разочарован, но вскоре после этого произошло нечто невероятное. Адриан поднял свою кошку и показал ее тиграм. Сразу же глаза у двух животных загорелись, и они прыгнули на стекло. Они ясно помнили животное, которое вырастило и защищало их много лет назад. Кошка тоже узнала их. Адриан не знал, как это возможно, ведь тигры так сильно выросли с тех пор, как они разделились. Но принцесса знала, что эти два огромных кота – ее дети. Должно быть, это был запах или какой-то другой животный инстинкт, который мы никогда не поймем. Принцесса терлась телом об окно и смотрела на тигров. В свою очередь, они также пытались тереться о свою мать. Это была очень эмоциональная встреча, которая растопила сердца всех, кто там был. Эта история показывает, что любовь есть любовь, хотя принцессы и тигры даже ни одного вида. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok